Вот прямо сейчас монтирую видео о нескольких днях, проведенных в мастерской и за ее пределами. И ролик должен был начаться с постановочного видео, где я нахожу, назовем так, вертельство рождения своего мотоцикла Урал М62. Книжки, которые мне дал предыдущий хозяин при продаже. Ну, видео это, еще раз повторюсь, постановочное, но на самом деле я был очень удивлен, взяв эту книжку спустя 2 года в руки и обнаружив там вот этот технический паспорт. Ну, будем говорить, вертельство рождения моего мотоцикла. В общем, приятного просмотра. В этом ролике немного победы. Или очередной победой нам удалось практически без потерь раскрутить всю тормозную систему. Тормозная система будет меняться. Главный тормозной будет от УАЗ. Скажем так, копия родного. Рабочие тормозные цилиндры передние будут от ГАЗ-24 самоподводящиеся. Задние по рекомендации будут от ГАЗЕЛи. Но это уже будет в следующем ролике. Будем мыть систему и все это собирать. Также в этом ролике немного мотоцикла Урал М62. Того, который второй, который будет одиночкой. Возможно в этом ролике, не знаю как демонтирую, будет немножко о дырчиках Рига и ЗИФ. Вернее о том, что мне досталось. До скорой встречи. Вот книжечка, которая досталась мне с моим моим мотоциклом М62. Здесь есть вот такие разные пометочки предыдущего хозяина. Или может быть даже нескольких. Попытаемся ее привести в порядок. Тут даже номера. Посмотрим, совпадают ли они с теми, что есть у меня. Ничего себе. Вот это да. Вот это поворот. Сейчас посмотрим, в техпаспорте, что написано. Да, и вы знаете, это паспорт от моего мотоцикла. Класс. Класс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас есть на колесе вот такая тормозная оттяжка, к ней нужно найти жалко есть такая лопнувшая деталька в общем вот у нас тут это только часть того что есть от нашего урала в эту коробку будем пока скидывать то что не идентифицировали в эту то что идентифицировали допустим это у нас тремянки рессор сюда это у нас часть речной подвески левой стороны сюда это у нас шестерня дифференциала и в общем вот так вот сейчас я это все буду раскладывать сейчас у нас скажем так есть вот такой набросок задней подвески думал что все будет проще опять же скажу честно пока до конца не разгадал это все дело тормозная лапка вот тяга та самая с демпфером разобрались при том что на моем мотоцикле с коляске с коляске демпфера нету возможно все таки демпфер отсюда пойдет туда кардан нужна крестовина шпильки крепления мотора у нас есть ну в общем погнали дальше вот собственно колесико одно нашлось такое и было у нас две таких детальки я было даже подумал что это на вилку это оказывается на колесике вот с этой стороны одевается вот здесь она от моем их мой еще один чемоданчик еще один чемоданчик шестерни герам эффект кстати крестовинка найдет мне кажется что где-то я видел крестовинку в общем была вот такая ножка и вот это все было замотано тряпчаной изолентой в общем не знаю что это за дичь приварена такая планочка сверху планочки будут вот так вот это стоечка для руля прикручена но в общем не ясно зачем но зато у нас есть теперь так это отправим запчасти зато у нас теперь есть вот такая стоечка пабам урал м62 значит у нас вот есть две пружинки у нас вообще много пружин но пары пружин у нас нет поэтому у нас вот есть какая-то обломанная пружина длинная я знаю что это неправильно но мы сейчас подсадим один виток и обрежем лишнее а потом уже когда у нас будут финальная сборка мы найдем пару которая нам нужна будет получилось примерно вот так будем сейчас ставить чтобы не мудрить ничего сейчас колесом возьмем запаску нашего м62 я практически собрал заднюю часть колесо было подзанимствовано пока что с запаски нашего урала который с коляской сегодня мы поставим колесо поставим сиденье разберемся с рычажками которые у нас тут есть которых не хватает посмотрим что мы там рассортировали из того что имеется и снимем старую тормозную систему с победы по вилке от м62 родной которая вот такая информация в таком состоянии находятся перья в любом случае оставляем ее потому что ценность имеют стаканы они другой формы они вот заужены в этом месте а перья ну посмотрим она скорее всего и при жизни нормально не работала кстати пружинка у меня это отдельно валялась приехала мастерскую раньше чем чем сам мотоцикл поэтому мы закидываем ее на место до лучших времен так будем пытаться добраться до откручиваем тормозной цилиндр в принципе все откручивается относительно легко и даже удалось сорвать трубочку ну ты будешь через полтора а ну а а Продолжение следует... В принципе, все барабаны отошли идеально, кроме одного. Если барабан не отходит, стучать по нему не нужно. В барабане есть специальное отверстие, куда закручивается болтик на М8. Продолжение следует... Произведем ампутацию глушителя. Тормозная система разобралась практически без проблем. Это все под замену. Глушитель на арт-объект. Еще обнаружилась вот такая интересная деталь. Шток от амортизатора, который был просто вставлен. Продолжение следует...